не допустив распространения негативных последствий, произошедшего за пределы здания. Нужно как можно быстрее надеть на себя костюм химзащиты с противогазом. Специальная группа, которая может в короткие сроки замерить уровень радиации, оценить масштаб бедствия и доложить о результатах руководителю штаба гражданской обороны. Взади у вас можете увидеть анинометр, который показывает движение ветра, с помощью которого мы можем определить, где была произведена вспышка и куда в настоящий момент может двигаться облако. И, соответственно, предотвратить попадание в данную зону в атмосферу. Учения начались в 10 часов. На пульт диспетчера станции поступила тревожная информация о ЧП. Во время устранения аварии не удалось силами водоканала локализовать выброс хлоры из контейнера. Не сработала система поглощения. Система оперативного реагирования, которая важна в том числе и в процессе... Четко. Включить эту часть трубопроводов, естественно, перекрыть сначала подачу горячих паров в конденсатор путем остановки компрессоров. Включить водяную завесу, то есть дренчерное устройство и, как видели, пожарный шланг под давлением, поскольку аммиак нейтрализуется только водой. В момент устранения аварии пострадал один из сотрудников предприятия. Несмотря на защитную экипировку, он отравился и потерял сознание. С места аварии он был доставлен в больницу. В этом году в них приняло участие около 60 человек. Навыки, полученные ими, должны пригодиться при ликвидации последствий химической, биологической или радиационной аварии. И, как выяснилось сегодня, работники предприятия «Айрен Милк» в нормальных условиях ведут себя профессионально. Алексей Неконоров, Дмитрий Поленов. Новости Тимиртао. Такие соревнования в республике проходят уже в 11-й раз. В этом году свои знания и умения демонстрировали 11 команд. Основная цель соревнований – проверить готовность санитарных дружин и постов к выполнению задач при возникновении чрезвычайной ситуации. Всего нужно было пройти пять этапов. Участники показали навыки первой медицинской помощи. Они не только делали обезболивающий укол, но и обрабатывали рану и накладывали повязку. А при необходимости – жгут, шину и транспортировали пострадавшего. В следующий раз команды встретятся через год, чтобы вновь проверить свою готовность и выявить, возможно, слабые места в гражданской обороне. Ведь именно эти люди в случае чрезвычайной ситуации принимают на себя первый удар. Облако, вырвавшееся из баллона, может и не полетело бы через Ширшу в Маймаксу. Но соседний поселок, а скорее… Конкретно сегодня, на втором этапе, на территории водоканала прошёл смотр готовности. Свою готовность продемонстрировал и пост радиационного и химического наблюдения. В его задачи входит не только своевременное обнаружение таких видов заражений, но и метеорологическое наблюдение. Свой отпечаток на проведение тренировки накладывает и непростая международная обстановка. Специалисты занимаются жителями. К работе приступает группа радиологической и химической разведки. Показатели в норме. 0,10 микрозиверта в час. Основная задача этой группы – определение зоны заражения, её границ с последующей индикацией химических веществ, которые возможны при результате возникновения химического очага или измерения радиационного фона. В арсенале группы – мобильная лаборатория и аппараты на определение угарного газа, ртути, сероводорода, аммиака и ещё целого ряда химических веществ. В зоне убежищ в области оборудованы почти 400 простых защитных сооружений, которые помогут укрыться от летящих обломков, светового излучения.